welcome 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 дорогие друзья и с вами виви и у меня наконец-то видео посвященное именно чемпионата мира именно play in стадии и именно командам 10 командам участницам этого долгожданного турнира для многих как вы знаете сразу же говорю снг команда не попала на чемпионат мира виду того что просто не было соревнований не знаю уж как так получилось но соревнования не было проведено нет до сих пор кстати никакого конкретного ответа причины причина политическая причина райды запретили причина отсутствия денег причина того что команды решили бойкотировать причина того что украинские игроки отказались участвовать нет ни единого ответа до сих пор так Так что мы не знаем, будет ли СНГ играть в Лигу Легенд в следующем году. Что вообще с Лигой Легенд происходит теперь в СНГ. И будет ли вообще сервер существовать. Потому что многие поговаривают о том, что сервер, ру-сервер так называемый, будет закрыт. И все игроки будут автоматически переведены на тот сервер, который им ближе по пингу. Ну, может быть так будет, а может быть нихрена не будет. Потому что все же скины продавать райты пока еще не отменяли. Скины все еще можно покупать. Короче, чемпионат мира. Райты выложили данные по тому, как медиа-центр разрешает смотреть турниры. И сразу же вам говорю, я не имею права рестримить чемпионат. Здесь четко это написано. No co-streaming or virtual watch parties. Даже virtual watch parties запрещены. Понимаете, да, о чем я? Что такое виртуальные watch parties? Это то, что я с вами делал раньше. Сидел и цифры отчитывал. Даже это отныне запрещено. Кто-то скажет, а как надо смотреть? Не волнуйтесь. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Райты, чтобы мы, контент-криэйторы, не страдали, разрешают нам использовать сразу же клипы и вводы, которые будут выложены официально на их канал, после того, как они туда попадут. Клип, правда, который мы будем дальше создавать, мы имеем право смотреть не больше 15 минут подряд. Но можно использовать три клипа из этого видео, того набирая 45 минут. Ну, в общем-то, давайте я своим языком скажу. Можно запускать ввод матча, который уже был. Если он длился, этот матч, больше 45 минут, то желательно его как-то разбить на более маленькие части. Ну, а если он длился меньше 45 минут, просто с перемоткой можно его смотреть. Никто к нам приставать не будет. Надо будет убрать только аудио звук, который здесь написан. Must be remote or muted. Вся музыка и озвучка, которая там использовалась. То есть, все, как я и делал. Включаем Skyrim музыку, включаем Ori музыку. Смотрим вместе с вами в прямом эфире даже чемпионат. А потом я просто на YouTube выкладываю. Как видите, мне даже не надо теперь 24 часа ждать. Потому что разрешает сразу после того, как трансляция завершается. А когда она будет завершаться, спросите вы. А она будет завершаться в 6 утра. В 7 утра, скорее, потому что час матч будет идти. В 7 утра по Москве. Все матчи play-in-study идут по очень странному расписанию. Стартуют они в 23.00 по Москве. И заканчиваются, соответственно, в 7 утра по Москве. Много игр. Сколько тут? 8 игр в день до 4 дня. В 4 день у нас будет только 6 игр. И потом будут стандартные 2 best of 5 в разное время. 1 в 21.00 стартует, 2 в 2 часа ночи. Но напоминаю, что мы будем смотреть на следующий день. То есть, они стартуют в четверг 29-го. Я буду 30-го числа, соответственно, где-то, наверное, в 12 утра. Ну, как проснусь, чтобы уже быть бодрячком. Будем запускаться и вместе с вами будем потоками это смотреть. Скорее всего, будем брать там по 2 игры сразу же, чтобы в одно видео больше запиндюлить. Потому что, ну, я могу перематывать, конечно, каждую игру. Но они будут суммарно по 15 минут каждая игра идти. Я уж подумал, давайте сразу, может быть, по 2 игры туда закидывать. Например, даже здесь видно. Madlines против Faceros Gaming. Какая-то односторонняя игра будет. Мы быстренько ее посмотрим. Что по поводу Prediction. В Prediction я буду выкладывать каждый день. Соответственно, до старта матча. Ну, наверное, днем. Чтобы давать людям более, так как говорится, реалистичные оценки. Потому что я могу сейчас дать, конечно, оценку, что фанатики будут играть хуже. Потому что у них нет ботлейна. Их ботлейн не приедет на чемпионат мира. Кстати, здесь это уже отмечено или нет? Здесь все еще апсеты HolySung. Но этих двух игроков не будет. В плейн-стадии. Но надо будет поставить, на что они способны. Тем более, что ключевой матч у них против Evil Genius будет сразу. В первом же дне. Как у, кстати, DragonX в CRNG. Тоже в первом же дне все будет решено. И напоминаю, что у нас по структуре как. Команда играет каждый из каждой по одному разу. И после этого, если нужно, делают репит матчи еще. Но обычно здесь уже ничего не нужно. Потому что команда, которая победила команду номер 2, она занимает уже первое место. Самый важный матч это DragonX Royale. Потому что они за эту группу борются за первое место. И Evil Genius с фанатиками. Потому что они борются здесь за первое место. Но они считаются с Major Region. Так что ожидаемо, что они будут лучше всего занимать. Ну и вот теперь, ребят, переходим к оценке. Оценки команд. Группа А. Я расставил команды примерно по позициям, которые они будут занимать. И давайте, что же у меня здесь? У меня здесь команда Loud. Использую я значочек, который человек нарисовал в Твиттере. Потом это все выложил. Я это использую. Просто свои красными нарисовал цифры. Блин, у меня там вебка перекрывает последнего игрока. Я смотрю, да? Хреново. Ну ладно, я буду вам говорить. Последняя оценка здесь. Chaos играет только... А, ну или я могу вот так сделать, да? Так я могу сделать? Да, так видно. Chaos, я ему поставил цифру 4. Команда Loud. Латинская Америка с Бразилией. Ребята все приехали. Выглядит крайне слабо. Во-первых, мы не увидели типичных бразильских чемпионов, которые обычно сюда приезжают. БРТТ проиграл полуфинал. Не этой даже команде. А та команда, которая их победила. Соответственно, победила потом уже команда Loud. Их, ну и получается, приехал не самый чемпион из чемпионов. Они в регулярном чемпионате занялись лишь 5-е место. Нет, 4-е, по-моему, место. В общем, я ожидаю от них худшее выступление среди всех бразильских команд за все время. Не думаю, что они вообще хоть кого-то выиграют. Но я оценку дал только Кроку неплохой. Потому что я так поглядел, статистику он выдавал вроде как неплохой. Именно статистику. Но даже здесь написано, что он очень плохо зарабатывает фарм, очень плохо золото, очень плохо опыт. Но зато много делает киллов и ассистов для своей команды. То есть Крок играет именно на ганге. Но у них звездой считается вот этот Бранке. Или Бранца. Не знаю, как правильно его никнейм читать. Это его звезда. Супер-гипер-адекери. Только тот супер-гипер-адекери, ребят, который в своем-то чемпионате, где они стали чемпионами, на секундочку, всего лишь считается третьим адекери. Ну, я думаю, это многом говорит про эту команду. Сразу удаляем ее. Ведем к следующей команде. Команда Чиф. Это у нас команда из Океании. Заняли они первое место, выбив как раз-таки команду Пентанэ Джи Джи. Ту самую команду, которая побеждала. Команду Юникорн Софлау, как вы помните. И здесь у нас два представителя Америки, которые не смогли закрепиться в Америке. И два представителя Японии, которые не смогли закрепиться в Японии. Что забавно. Здесь есть Тапун. Тапуна, я думаю, многие из вас помнят. Но я ему дал нижнюю оценку, потому что если уж ты даже на Японии больше не котируешься, как игрок, то, наверное, твоя оценка не должна быть высокая. В чемпионате Океании большой конкуренции нет. Так что на эту статистику, которая вот здесь вот показывается, тоже не стоит, наверное, большое внимание обращать. Тали и Райс. Оба игрока ездили в Америку. Оба игрока, по-моему, даже выступали в команде Cloud9 во втором составе. В Академии не смогли закрепиться. По полгодику там посидели. Тали вроде даже годик посидел. Но потом всем стало ясно, что эти игроки, ну, ничего из себя не представляют. Их отправили назад в Океанию и пытались там играть. Ну, и они туда и вернулись. Аладорик и Артур, без понятия, кто это такие, я чисто по статистике им дал оценку, потому что здесь паренек, почти никого не играет, кроме Райкана. Ну, танки инициаторы. Возможно, они будут на этом чемпионате мира крайне популярны, ввиду того, что Адакерия статичная. Ну, пока я ему дал предварительную оценку 4. А что касается Артура, ну, у него беспораженческие все чемпионы. Огромное количество банов идет в его сторону. И у него хоть и низкий килл партиципейшн и минус опыт, но он зато очень много киллов делает. Ну, то есть парень знает, чем занимается. Ну, а все равно оценка 4.5. Да, кто-то спросит, а как у тебя оценки так получаются? Если суммировать эти цифры, то 4.5 не выходит. Здесь идет оценка команды, командные действия, понимание игры, мета. А здесь идет конкретный игрок. То есть если игроку дать правильного чемпиона, то он его сыграет на 7. Но если ему дать Хеймердингера в лес, вот как тренер здесь может сделать, да, то, ну, или там Пантеон, вот я вижу, Пантеона в лес, то, ну, а что он может делать? Его команда будет играть на 4.5. Переходим к следующей команде. Это команда из Японии, Detonation Focus Me. Вот здесь уже поинтереснее. Этих ребят мы всех прекрасно с вами знаем. Кроме Яхаронка. Кто такой Яхаронк, спросите вы, а я вам отвечу. Яхаронка это новый молодой звездный кореец, которого взяла себе команда Detonation Focus Me, выгнав другого своего звездного корейца, который, кстати, играл в противоположной команде в финале чемпионата Японии, но те проиграли. Счет там был 3-2 в пользу Detonation Focus Me, так что Еви, Стилл, Ютапун могли не приехать на этот чемпионат, но у них все получилось. Оценки стандартные. Стилл и Яхаронк главные звезды Еви, Ютапун и Харпу. Я, по-моему, каждый год ставлю им 6 баллов. Ну и во время МСА тоже, так что поглядим, что будет на этом чемпионате мира. Общая оценка команды 6-2, но я просто хотел показать, что они чуть-чуть сильнее шестерочки, но пока еще недостаточно сильные. Но опыта им не занимать. За счет опыта, я думаю, у них многое может получиться. Переходим к команде из Тайваня Beyond Gaming. Заняли они второе место в своем регулярном чемпионате. В этом чемпионате честно выступали они крайне неудачно и в последнюю секунду только смогли туда ворваться, то есть через плей-офф, если так задуматься. И я скажу честно, особо не разбирался в них, поэтому просто залепил М7-6-6-6-7-6 и средний балл М6. Ну, давайте сейчас разберемся. Мы видим, что здесь есть Минджи, который играет только с Айласом. Мы видим с вами, что Адекери хочет играть в лейтгейм, но это во времена того, когда Зерри и Северка была популярна. Топ-лейнер написано, что любит играть Керри и Контрпики. И вот это вот будет уже, наверное, поинтереснее, поэтому я двум этим игрокам и запендюрил оценочку-то повыше, потому что, как вы знаете, на этом чемпионате мира лесников опять чуть-чуть порезали, саппортов пересадили с Арден Цензор саппортов скорее на танков саппортов, а вот топ-лейнеры могут большое влияние оказывать, так как Гвен, Камила, та же самая Фиора, Гнарол. Кстати, весь его список. И от Рокс эти чемпионы не получили никаких нерфов, и они могут спокойно использоваться. По медлейнеру, ну, если он Сайлас играет, то это хорошо. Если Сайлас, это единственное, что у него есть, то, конечно же, это крайне плохо. Кто спросит, ты их ниже японцев поставил, получается, но говоришь сейчас, что они будут выше. Ну, оценку средней команде я дал японцам повыше. Я все же считаю, у японцев есть шанс победить команду Beyond Gaming, но, возможно, менталка сработает, что это Тайвань, что они более сильные, и мы не знаем Тайвань. Мы толком не видели, как они играют, как и Вьетнам. Мы не знаем, как они играют, на самом деле. Фанатики. Здесь двойная оценка, ребят, связана она с тем, что у фанатиков Апсет и Холи Санг подхватили ковид и не едут в Мексику. В плей-ин стадии они участвовать не будут, поэтому оценка была 7,5 баллов, превращающаяся в 6,5 баллов. Чуть-чуть все же, я их еще выше Японии оцениваю, чуть-чуть выше Beyond Gaming'ов из Тайваня, но вполне вероятно, что они могут проиграть. Вандер 8, Разорк 8, Гуманоид 8, Апсет 8. Такая крепкая коллектив, которая может в один момент выстрелить. Мне нравится здесь надпись тролль. Разорк будет играть на тролле. Это правда, он тролля очень сильно любит и ценит. Вандер в основном любит фармиться, и ему эти чемпионы, которые сейчас будут в мете, будут хорошо подходить. Гуманоид, написано, что он топ-3 по всем показателям среди топ-лейнеров, ой, извините, среди мид-лейнеров чемпионата Европы. Это правда, и хорошо, что у него есть Сайлос, потому что Сайлоса никто не нерфил. А вот Апсетах у Лиссанга не будет, и поэтому теперь их оценки не имеют никакого значения. Кто будет вместо них играть, спросите вы. А мы все спросим. Команда ФНК не ответила. В их реддите, ой, редите, в Твиттере есть информация, что Апсет и Холли Санг не будут участвовать, и написано было, что они вытащат двух игроков из Академии. С какой Академии? Кого они позвали? Хрен знает. Но, учитывая, что они имеют право до последнего не говорить, кого они позвали, они даже правильную фишку сейчас используют, потому что команды узнают о том, кто будет на самом деле играть против них на бот-лейне в самый последний момент, а следовательно не смогут нормально подготовиться. Ну, там, к драфту, да. Если там какой-нибудь Дрейвен Мейнер появится на позицию команды ФНК, тренера команды оппонентов могут не быть готовыми. Фанатиков я поставил на второе место в группе А, а на первое, соответственно, ставлю команду Evil Genius. До этого ставил наоборот, но вот ввиду замены бот-лейна это я как раз таки и делал. Вулкан вместе с командой Evil Genius я им влепил 7-2, но общая оценка, как видите, очень высокая, и здесь у меня знак вопроса висит на Дане, потому что официальное заявление от команды Evil Genius они взяли запасного Адекери, того самого Катан или Катун Канюнт, блин, забыл его никнейм, который играл в плей-оффе в последней игре команды Evil Genius вместо Дани, потому что Дани жопко порвалась, что у него плей-офф не идет, и он чуть ли там не на таблетках сидел, как сами они отмечали, что из-за психического здоровья нашего игрока Дани мы решили выпустить другого игрока на замену. Ну а потом там по слухам вроде как он и вправду какие-то таблеточки применимал для успокоения. Короче, если бы это были Evil Genius MSI турнира, Джорджи Пин был бы у меня 8 баллов, Дани был бы у меня 8 баллов, но учитывая, как они плохо отыграли плей-офф, я им влепил 7-7, и Inspired Impact и Vulcan все еще хорошие игроки. Вопрос о том, кто будет играть на роли Адекери, и если все же будет Дани играть, то напоминаю вам, что он-то король статичных Адекери. Его мета, Мисс Фортуна, Джин, Сена, Серафима, это то, что ему нужно, и поэтому оценка вполне может даже повыситься. Но если они выпустят того гиперкерри, который играл, пытался он Твича, Дрейвена вытаскивал, проиграли они 3-2, да, они все равно дали бой команде 100 воров, но этого было недостаточно. 100 воров вышли в финал, а Evil Genius заняли всего лишь третье место. То такое. Ну и Impact, не забывайте, это ключевой игрок команды Evil Genius, мета под него подходит, девятка стабильная здесь у него будет. Ну а сама команда слабовато играет, поэтому им всего лишь 7-2 я влепляю. Вот такая у нас получается группа А, первое место Evil Genius, и второе, по моему мнению, будет команда ФНК, и она будет ждать соперника из группы Б, соперник это та команда, которая будет третья-четвертая. Дальше, вот третья-четвертая здесь, Chief Esports, борьба с детонейшенами за третья-четвертая. На последнем это будет команда Loud, ну и Beyond стабильно тоже третья, ну то есть Beyond стабильно третья, а за четвертой это между Chief и японцами будет борьба. Вот так вот будет правильно сказано. А, я Фанатик, нет, Фанатик и Феназол, да, второе, все нормально. Я что-то запутался. Ну это так, конечно же, предварительно, опять же, в этом, в этой группе А, многие команды своих игроков основных не привезли, и получается, что структура неправильной оценки идет у нас. Переходим к группе B, в которой играют ребята из Китая, ребята из Кореи, это гораздо жестче звучит, да, ну и остальные вайлдкарды, которые хотят побороться за третье-четвертое место, потому что, ну давайте будем честны, Китай и Корею им не победить. Исрус Гейминг, команда из Латинской Америки, в основном все здесь игроки из Мексики и два корейца, Джелли и АДД, оба игрока, кстати, и Джелли и АДД играли в команде Канг Дю Монстерсы много лет назад, и потом, по-моему, еще в какой-то команде играли, и я пока, ну чисто им, как говорится, былым их заслугам поставил 7 и 6 баллов, но на самом деле, наверное, они даже не заслуживают. Сея был с командой Исрус Гейминг на одном из чемпионатов мира, мне он понравился, как играл, поэтому 6 баллов я у него оставляю, кто такой гаватый, и кто такой играл, без понятия, просто решил 5 поставить, ну можно и 4 спокойно поставить, просто решил не обижать ребят. А что касается самого чемпионата Исрус Гейминг, довольно легко в Латинской Америке всех там раскатали, поэтому на их статистику смотреть большой надобности нет, они здесь будут, ну, лучшими игроками по своей статистике. Ну это, как знаете, Unicorns of Love оценку давать относительно того, как они сыграли там в одном из чемпионатов, когда они сделали там 18-0, ну что там смотреть, это же неинтересно. Общая оценка команды Исрус Гейминг 4 с половиной, это связано не с тем, что я знаю, как Исрус играет, вот все там, следил за ними каждый матч. Это оценка региона. Латинская Америка не может, именно Латинская Америка, бразильцы там пару раз смогли, не может уже 4 международных турнира подряд подняться с последнего места. Последнее место всегда им достается. И что-то мне подсказывает, что Исрус Гейминг приехали в этом году за этой же позиции снова. Команды Истамбульские Дикие Котики. Дикие Котики из Турции. Здесь турецкие игроки, в этом году они решили не брать ни одного германского европейца, который тоже турок обычно, только из Германии, не брать никаких корейцев. Ну, другие команды все же брали, именно Истамбульские Котики решили никого не брать. И победили этим составом, чисто таким турецким, национальная сборная поедет на чемпионат мира, где, если честно, все имена нам известны. Я даже когда вот начал задумываться, понял, что все эти игроки были уже на чемпионате мира. И Старскрин, и Ферет, и Серин, и Холи Феникс, и Фарфетч. В разных командах, кто в чем был, кто в Фенербахче, кто в Истамбульске, кстати, тоже Котиках, кто, какая там еще была у них команда, блин, забыл еще одно название команды, тоже из нее он приезжал. И, соответственно, ну, оценку я мог спокойно давать. Холи Феникс и Старскрин, это две их звезды, всегда были и будут. Ферет и Серин, просто представители, которым нужно хоть что-то делать. Ну, а Фарфетч был худшим игроком по количеству смертей на чемпионате мира вот в том году. А в этом году, я смотрю, по регулярному чемпионату у него всего лишь шестое место среди других саппортов, и поэтому я ему самую низкую оценку влепил. Почему же 5 и 5, спросите вы? Ну, потому что Турция на предыдущем MSI турнире, на предыдущем чемпионате мира плохо выступили. И, возможно, просто весь регион сильно просел. Весь регион не показывает никакого показателя такого, чтобы мы сказали, ага, вот здесь вот там можно и поиграть, вот здесь можно и побороться. Верю ли они, что могут выйти они? Ну, посмотрим на следующую команду, и вы скажете мне сами. Сайгонские буфалы. Буфалы. Сайгон Буфала, это коллектив из Вьетнама, который выступал на MSI турнире вместо команды Gigabit Marines, потому что они заняли второе место, в этот раз они снова заняли второе место, и мы знаем этих ребят по сути наизусть, у них вроде поменялся только саппорт, если я не ошибаюсь. Хасмет стабильненький, неплохой топ-лейнер, регулярно проигрывает по фарму, но может играть в гиперкерри чемпионов. Семерочка, Бенжи, очень слабый лесник по индивидуальным действиям, но командный игрок, и это мне в нем нравится, так как командная игра в этом патче метовая, и посмотрите на его чемпионов, каких он играет, он играет в Уконгу, он играет Ксинжао, Пантеона, но правда здесь еще Вай, ой, извините, Ксинжао, Поппи, и здесь еще Вай Пантеон у него появились в этом списке, ну и написано, что он в основном делает early game gangи, ну то есть чисто такой командный игрок, жертвует своим фармом, жертвует всем, что есть ради команды. Фроги мне очень не нравился тогда на MSI турнире, и мне он все еще не нравится, поэтому я ему влепил 6, а вот Сёгуна, человека, который я сказал, что его тут же выкупят после MSI турнира, его так и не выкупили, возможно, есть какие-то проблемы с визами, возможно, еще что-то, Сёгун приезжает снова, и я не могу уже не поставить 9 баллов ему, если тогда я ему ставил 7 баллов, если вы в предыдущую картику посмотрите, у меня там вроде 7 баллов, он был потрясающий, Сёгун зарабатывал в каждой игре но ему не хватит количества игр, они сыграют же только в плейн-стадию, дальше есть вероятность, что они не пройдут, я просто сейчас задумался в пикзем поставить Сёгуну Ферстблат, он реально вот на MSI турнире в каждой игре делал Ферстблат, на ботлейне было невозможно против него играть, кроме там вот совсем конца уже турнира, там две команды смогли его наконец-то победить, а так это просто монстр какой-то, не знаю, как он это делает. 6 баллов ставлю им, они явно посильнее ребят, которые вот перед идущих, и Латинскую Америку, но вряд ли они смогут с этими тремя грандами, которые еще в этой группе, побороться. Мэтлайнсы, гранды ли? Да, спросите вы меня. Ну, давайте будем честны, все же, этот коллектив сильный, 7,5 баллов заслужено, они могли бы побороться и с Эвелджинисами, и с фанатиками в группе А, если бы они туда попали, но так как уже одна европейская команда там есть, то туда вторую закидывать нельзя было. Элоэ лучший у них игрок, Кайзер, наверное, второй лучший их игрок, остальные не впечатляет. Уже давно Армуд Низкий и Unforgiven просто скорее фармятся и ждут каких-то чудесных действий в тимфайте от Элоэ и Низкого, потому что Низкий тимфайтер, дико хороший все еще, команда Cloud9 от него избавилась, как вы знаете, купила себе Перкса, а потом избавились еще от Перкса, и теперь у них снова Дженсен, и Дженсен притащил команду на чемпионат мира, а вот Низкий не смог, Перкс тоже не смог. Ноу Сники, ноу Ворлдс писали, вот так надо было писать команде Cloud9 их болельщикам. 7,5 баллов, я думаю, это заслужено, и оценка у них примерно у игроков такая есть. Нет какого-то яркого лидера, ну, кроме там Элоэ, да. Я, кстати, Элоэ предлагаю там First Blood повылавливать, но тут мы переходим к другим двум командам. Корейская команда номер 4, которая попала в плей-офф, казалось бы, случайно, нет, в плей-офф-то они попали не случайно, попали на чемпионат мира, казалось бы, случайно, потому что они смогли победить два коллектива, которые выглядели сильнее их, но Deft сказал, не-а, не-а, и кто-то спросит, а что Deft-то? X написан. Deft получил от меня 10 баллов, из-за того, что он в своем чемпионате сделал три пентакила, из которых два в плей-оффе. Это означает, что это было сделано не где-то там против аутсайдеров, а в реальной борьбе, и игрок готов на полную катушку играть сейчас. Берилл, тоже великолепнейший саппорт, чемпион мира, на секундочку, из состава команды Дамбун Гейминг, Зека Мидлейнер, довольно крепкий, и вот слабые их звенья, из-за которых у Драгон Иксов гигантские проблемы существуют в чемпионате Кореи, это Кинген и Юхан, все их побеждают, все над ними издеваются, они бедняжки, только рады тому, что мета поменялась, и один может играть там Сиджуани с Орном на топе, а второй может играть теперь Поппи с, ну здесь я вижу, он Вуконга еще поигрывал, ну и, кстати, вместо Юхана там должен был быть другой игрок, но выпустили этого, да, пока что, там еще песик есть, не забывайте, там еще есть песик, но райты просили, как бы, команды из Кореи чуть пораньше выдавать данные, кто же приедет, они сказали, что у них приедет и Юхан, и Песик, но Песик вроде как выступать не будет, да, про это я забыл сказать, здесь как раз и написано, это что вот, замена, ну Юхан играл в регулярном чемпионате, Песика он уже заменял во время плей-оффа, и действительно Юхан занимал, выиграл, извините, позиции у Песика, то есть он выиграл матчи чемпионата, ну а что касается Пса, будет ли он выступать, ну мета покажет, посмотрим, первого матча, я думаю, все же выйдет Юхан, Драгон Икс, ну а Дефт, Дефт это конечно звезда, и его стоит бояться любому коллективу, особенно, когда будет статичная Адекерия, а Дефт у нас может играть и Кайсу еще, против статичного Адекерия, и того же самого Афеля, и тут проблемы начнутся, ну и за Ирайкан никто не отменял, но у нас есть еще один коллектив, которому я постеснялся дать 9 баллов среднюю оценку, отдал всего лишь 8.8, они мне кажется все же посильнее, чуть ли не на голову команды Драгон Икс, Royal Never Give Up, чемпионы MSI турнира, то есть официальные чемпионы мира Дамвоны, ой, Дамвоны, извините, Эдвард Гейминги, MSI это мини чемпионат мира, здесь его выиграла команда Royal Never Give Up, победив в финале команду Т1, и вот мы с вами будем наблюдать их выступление, оценку я им дал пока по заниженной стоимости, именно ввиду того, как они сыграли плей-офф своего чемпионата, Вэй и Жао Ху вообще ничего там не показали, получали баны в лицо и были просто посмешищем по сравнению с лесниками других команд, там Top E-Sports и JD Gaming и по сравнению с мидлейнерами других команд, но вот Брэс, Галя и Минг держали все еще марку, я думаю, здесь-то они эту марку удержат, уровень игры смогут, Галя тоже ставлю 10 баллов, потому что единицы игроков на планете могут вот так играть хорошо, как Галя это делает и Deft. Галя это шикарная замена, конечно же, Узи, ну кто не в курсе, Узи ушел еще 3 года назад, но пытался вернуться за большие бабки, но там был контракт этот закрыт, и в итоге Узи бабок не получил и решил больше тогда не играть, он там поиграл всего 3 дня каких-то и все. Вот такая у нас получается группа B, еще раз повторяю, Royal Never Give Up здесь займут, я думаю, первое место, DragonX, второе место, Mad Lions, третье место, и вот дальше начнется борьба за последнюю позицию, в которую, скорее всего, Исрус Гейминга ворваться не смогут, они займут просто последнюю позицию в группе B, вот за позицию номер 4, реальная борьба будет между командой Истамбульских Котиков и Сайгон Буффало. Если здесь произойдет что-то неординарное, а, допустим, Истамбульские, кстати, что у нас по расписанию получается, ну-ка, Истамбульские с Мэдами вот играют, и Сайгонцев, вот здесь может быть интересно, если Истамбульцы победят Мэд Лайонсов, а потом Сайгон победит Истамбульцев, то тут может очень много интересного дальше происходить. но, может быть, все будет проще и в первый же игровой день мы с вами сразу определимся, кто первое место займет фанатики либо Ивл Джинис, рояльцы либо Драгонексы и кто займет то самое заветное четвертое место, которое позволяет еще из группы B продолжать турнир, соответственно, здесь у нас это Истамбульцы вместе с Сайгоном, ну а в этой группе должны быть кстати, здесь не играется такого матча, да, здесь такого матча нет, да, это в этой группе Бионды не могут с Детонейшнами встретиться в первый игровой день, ну ладно, встретиться чуть попозже, ничего страшного. Ставьте лайки, подписываемся на канал через несколько дней, ну думаю, дня через два я выпущу следующий ролик, а может быть даже еще гораздо позже выпущу, ну я подумаю еще, потому что я могу выпустить ролик, ну как я планировал, чисто оценку команд Main Study без дополнительного коллектива, который сюда придет, но можно сделать это попозже, сохранив все еще оценку вот этим коллективом, понятное дело, но уже сразу расставляя кстати и группы, зная кто куда попадет, но я об этом еще подумал, как я буду делать этот ролик, а пока, всем пока, счастливо, пишем комментарии, оставляем лайки, и что там еще, ну что-нибудь придумаете, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok